Моя любимая Дашуня, вот тебе море. Поздравляю тебя с днём рождения, с шестилетием. Ты у меня самая красивая, самая счастливая. Я хочу, чтобы тебе всё получалось. Я по тебе очень скучаю. Приезжай, как будет возможно. Избери родителей в Акапку и приезжайте к нам в Анапу. У нас водичка тёплая сегодня, 29 градусов. Об этом я сейчас видео покажу. Если кто не верит, то смотрите это видео до конца, вы точно увидите, что я вас не обманываю. Всем привет, друзья! Как вы думаете, для чего мне вот здесь вот такая вот стремянка? Ой, сейчас вам покажу. Когда берёшь квартиру в управлении, может случиться всякое, в том числе и перегоревшие лампочки. Так что я сегодня, друзья, буду выкручивать лампочки, менять. Вот у меня уже там пакет на столе с новыми лампочками лежит. Завтра заедут люди, поэтому это всё должно быть идеально. Так, вот они, в общем, наши нерабочие лампочки. А теперь, да, будет свет! Ура! Всё, здесь свет починили, идём дальше. Где же тут у нас ещё один плохой свет? Вот здесь вот. А сейчас мы выкрутим, заменим. О, совсем, да, другое дело? Посмотрите. Вот они, три лампочки. Всё, свет-электрик. Я могу уже реально повышать разряд. Ой, ребята, теперь на море погнали. Я так зажарилась. Хоть кондиционер работает, спасает. Но выходишь на балкон, и там просто вот так вот рука, лицо. Как же жарко. Надеюсь, что сегодня сполоснусь. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас там за вид интересный с этой квартирой. А то она у нас классная такая. И многие не понимают её прикола. На самом деле здесь очень-очень клёвый вид. Можно посмотреть, как люди купаются. Не знаю, ездили или нет. Мы это проверим сейчас на пляже. В любом случае, я вижу все в воде. Поэтому купаться я точно сегодня буду. Ну что, погнали. А, да, кстати, квартира всё, да. Да, всё, в принципе. У неё там с 28 августа по 5 сентября она, по-моему, свободна. И всё, и всё. Ну, успевайте, если кому-то вдруг эти даты нужны, забирайте. А так она всё занята, она всё летом. Всё, в общем, я вышла на свежий воздух. Тут, кстати, не легче. Там хотя бы кондиционер работал, а здесь кондиционера нет. Жарище вообще. В общем, идём к морю. Тут у нас стройка на горизонте. Всё ещё никак не построится. Долго не буду затягивать. Правда, очень хочу покупаться. Поэтому давайте мы сразу перенесёмся на море. Посмотрим температуру воздуха. Поплаваем с рыбкой. Посмотрим температуру воды. И я поеду домой под кондиционер. Чё-то я вообще сегодня не ожидала, что так жарко будет. Смотрите, вот такое вот море в Джиммитэм. Очень много людей. Жизнь кипит. Но место есть, куда приплюхнуться. Поэтому приезжайте, отдыхайте. А мы погнали в воду. Посмотрим, сколько у нас там градусов. Хорошо, что я сюда пришла. Вы знаете, какая здесь чистенькая водичка? Наверное, жители Витязева не очень поймут и не очень поверят. Но смотрите. Чистая. Может быть, дальше будет грязненькая. Но здесь чистая. В принципе, камки у берега зелёной жижи нет. Чистенькая кристальная водичка. Я сегодня поплаваю. Ну, наконец-то. Конечно, да, мелководье. Не спорю. И вот примесь немножко зелёной камки. Она присутствует, но... О, кайф. Это не критично на самом деле. Вообще не критично. Потому что реально вода чистая. И здесь можно купаться. Вот лайфхак. Если вы сейчас видите видео, приезжайте в Джиммитэ. Вот. И купайтесь здесь. Это вот пляж по Джиммитинскому проезду. От нашего апарт-отеля. Ну, вообще, можно сказать, тут пешком-то 3-4 минуты ходьбы. Я всегда всем говорю, лучшее место. Потому что и вид на море есть, и до моря действительно это рукой подать. Можете вообще раньше всех приходить, занимать место. Или наоборот вообще ходить туда-сюда. Это всё равно будет не напряжно. Сколько там людей на глубине. Я, в принципе, сделаю вот как. Мы сейчас поступим следующим образом. Мы сначала не будем узнавать температуру воздуха. Рыбка уже в воде. Я решила, что будет честнее и справедливее. Чтобы она слишком долго не охлаждалась в воде. Потому что сначала мы её искупаем. Потому что воздух-то жаркий. Это ежу, понятно, очень тёплый, жаркий воздух. Сейчас у нас почти 4 часа. Кстати, я сегодня в адекватное время, если честно, пришла купаться. Потому что если бы я пришла на пару часов раньше, это был бы атас полный. Так что я побыла дома. И вот сейчас уже сюда пришла искупаться, можно сказать, в такое полувечернее. В послеобеденное время, в послеполуденное много людей купается. Это ещё даже не все пришли на пляж. Потому что на самом деле сейчас только-только после 4-х люди начнут подтягиваться. И до 8-ми будут спокойно здесь плавать, отдыхать. Вот сколько иду, иду. И до сих пор ещё не могу дозайти по шею хотя бы. Представляете, насколько далеко нужно отходить от моря в Джимите, чтобы поплавать от души. Но с другой стороны будет зато правдоподобный замер. И вы увидите, что тут можно детям очень спокойно приезжать. С детьми плавать. Представляете, как я далеко кажусь от берега. На самом деле, не так уж и далеко свою сумку контролирую. Меня, знаете, спрашивают, как ты не боишься оставлять вещи. Знаете, люди, я с собой ничего ценного не ношу. Ни золото, ни деньги, ни бриллианты. Вот вообще ничего. Ну, крадут телефон, ну, пожалуйста. Значит, так и надо. Ну, крадут ключи от машины. У меня машина фиг знает, где отсюда стоит. Её фиг найдёшь. То есть, смысл в этих ключах-то машину просто не найдёшь. Паспорт. Ну, паспорт, да, придётся потратить и время, и деньги на восстановление. Но паспорт не представляет какой-то суперценности. Спокойно пошёл, сделал новые документы. Поэтому, чё переживать. И как будто я тут миллиарды ношу с собой сумки. Ну, без телефона, конечно, тяжко, но что тут у нас. Давить из него дойти не проблема вообще будет. Да и тем более мир не без добрых людей, я думаю, в беде не оставит. В общем, вот как-то так. Поэтому относитесь позитивнее. Кроме всему, да, конечно, кто носит с собой бриллианты и пачку денег, очень сложно ему придётся. Тогда ему надо целый свит в охранников ставить. А так, ну что, чем богаты, тем мы рады. Давайте я сейчас по шею хоть окунусь, а то мне уже прям реально жарко-жарко стало. Ванапа, посмотрите, какая чистая, зелёненькая. А я только сегодня с Юрой разговаривала. Говорю, Юр, смотри, он как турецкие актёры там в какой-то красивой, живописной зелёной долине купаются. У них вот такого цвета вода. Кто знал, что у меня тут тоже в Анапе такой же цвет воды. И никакой Турции не надо. Ой, кайф. Что у нас? По плану поплавать, да, с вами? Давненько я вас в море с собой не притаскивала. Ой, как же я рада. Слушайте, живя в Анапе, не находить время на море, это, конечно, очень печально. Это минусы работы летом. Но, с другой стороны, зато вы можете себе это позволить. Приезжайте к нам в Анапу, купайтесь, отдыхайте. Ой, какая Анапа сегодня красивая, ясная, чёткая. Мы вот, можно сказать, если смотреть бы прямо, да, то мы упирались бы вот практически в речку Анапку, если бы так вот по прямой, если бы это не бухта была. Ой. Так, что-то... А, вижу свою сумку, всё прекрасно. Не знаю, всё равно я наблюдаю, мало ли. Всё равно я не успею добежать отсюда, даже если её и хватанут. Но, надеюсь, там люди тоже добрые по соседству не дадут это сделать. Вообще, конечно, я верю в людей. У меня вера в людей вот не умирает до последнего. Я, наверное, очень верю в людей, даже чересчур, даже и не следовало бы столько верить, но доверяю. Может быть, из-за этого люди доверяют и мне, потому что я также доверяю людям. У нас всё чисто прозрачно. Блин, какая красотища, какая вода мягкая. Слушайте, я прям вообще не чувствую вот этих вот мелких водорослей. Да, она... Есть у неё немножечко с зеленцой, но она не в камке, как эта витязева я по фотографиям, по видео смотрю. Здесь нет зелёной жижи, здесь в принципе чистая вода. И выходить не хочется. Я уже сколько с вами плаваю, плаваю, плаваю. Вылазить-то неохота вообще. Представляете, какой репортаж будет сегодня долгий, затяжной из водички. Эх, я вам хочу сказать, у меня градусник не хочет опускаться ниже 29 градусов. Но это же не может так быть. Это не может так быть. Хотя здесь в мелководье, напоминаю, ежаища. Пару дней стояла такая, что вообще нету штормов, нет холодного течения. Нет, я всё, конечно, могу поверить. И 27, и 28, но 29 в воде? Это как? Это вообще законно. Но я захожу, я даже говорю, не морщусь. Уже настолько, что даже хочется холоднее воду, на самом деле. Как-то как в киселе купаемся. В таком смысле, что жарко. Вот вы мне не верите, да, что 29? Я же всё это время, говорю, под водой держу рыбку. Я её специально на сушу не достаю. То есть, чтобы вы понимали. А вот верхние слои, они вообще жаркие. Вот, смотрите. Что ж, я вас буду обманывать? Я говорю, я не знаю, что делать. То есть, я её всё время вот так вот в воде держу. И вообще её не выпускаю. Здесь никакой аферы нет. Реально, 29 градусов. Кисель. Кирката, я в киселе плаваю. 29 градусов вода. Да, причём, что мы даже воздух ещё не замеряли. Я боюсь представить, сколько там на воздухе. Прям правда жарко. Хочется в открытое море куда-то уплыть. Может быть, там хоть чуть-чуть похолоднее будет в море. Блин, какой-то прям реально кисель-кисель. Прям жарко. Очень жарко. Я думала, я свяжусь. В конце концов, на море пришла окунуться. Нет, надо начать, короче, с Юры и Ашу там в 5 утра ходить на море. Когда она за ночь немножко остывает, водичка. А тут что-то такое. В 4 часа пришла, надо 29 градусов. Я как будто, наоборот, в тёплую ванну морскую приняла. А не, наоборот, охладилась. Где бы охлаждение? Мне вообще-то жарко летом. Я хочу охладиться. Вот вы, в общем-то, поняли, да, наверное, насколько сейчас у нас жарко. Ой, тепло. Так, у нас уже... Ну, кстати, в Джимите хорошо. И место есть, где положить сумку. Я вон прямо прошла на центральный проход. Прямо там сумку свою оставила. Собственно, вот так вот я её вижу. Там женщина в розовом купальнике сидит на берегу. Прямо за моей сумочкой. Так что она её охраняет. Течение, кстати говоря, уносит туда. То есть я же заходила прямо. Прямо я вот, где сумку оставила, вот так вот шла. То есть течение уносит почему-то в Анапу. Поэтому, если вы переживаете, что с Новороссийска, да, что-то сюда приплывёт, вот как-то вот сейчас почему-то в ту сторону. Видите, вот так вот волны уходят. Вот так. То есть они оттуда прибивают вот к берегу, вот под таким углом. Ну, может быть, они и не в Анапу плывутся, волны, я не буду спорить. Просто вот такое вот течение, как будто с Крыма, с Тамани, вот и вот сюда прям. И не под прямым углом вот так, да, а вот как-то вот в ту сторону. Вот так вот. Интересное течение. Оно хоть и маленькое, но оно есть. То есть можно посмотреть по направлению волн, как они куда прибивают, чтобы понять, откуда такая теплынь у нас и почему реально прям жарко. Вот такая водичка. Ноги видны, но при этом мутно видны. То есть камка вот такая вот кусками, она всё-таки здесь присутствует. Она не идеально чистая. Не буду говорить, что она сегодня как слеза ребёнка, но однозначно могу сказать то, что она вот не такая, как Витязева. Во всяком случае, может быть, и Витязева сегодня так же. Но вот по утреннему Юроному видео могу сказать, что Витязева гораздо хуже. По крайней мере, там, где он купается, на Можепсине, может быть, возле Аквамарина и на Парали не такой пляж. Об этом вы мне, кстати, напишите, если кто-то отдыхает, какой пляж у нас сегодня Витязева. Но вот в Джимите как-то так. Причём многие жаловались, что именно в Джимите камка. Но вот вы видите сейчас по факту, Витязева больше проблем с вот этой вот водорослью. В Анапе вообще чистая, как бы, бухта. Ну, вот такие вот дела. Видите, люди все прозрачные в воде. То есть не обманывай. Реально нету зелёной жижи, как Витязева. Сегодня у нас, получается, 5 июля. Ой. Я ещё раз поздравляю свою любимую крёстную дочку. Дашу мою Дашулю с днём рождения. Мне сегодня 5... ой, 6 лет. 6 лет, как же быстро дети растут. Я желаю тебе здоровья, любви, счастья, взаимопонимания. Слушайся, родители, будь умничкой. Чтоб всё у тебя получалось. Красота, Джимите, пляж сегодня у нас 5 июля. Температура моря 29 градусов. Без комментариев просто. Я, говорю, я честно держала прям под водой и не поднимала вверх. Ну, я вам говорю, мне жарко. Я вышла из моря, мне жарко. Я заходила в море, мне было жарко. То есть охлаждения вообще никакого. Пишите комментарии. Всем пока. Скажу, всем пока-пока.